Меня зовут доктор Белла Койфман. Я старший кардиолог в Тель-Авивской больнице, центральной больнице имени Сураскова. Работаю в этой больнице более 30 лет, с самого начала своей карьеры. На сегодняшний день я занимаюсь здесь в пост заведующей клиники кардиологической службы для женщин, хотя занимаюсь не только этими вопросами, естественно. Это только один, так сказать, один из аспектов моей работы. Наша больница очень известна и на уровне Израиля, и на международном уровне, по многим аспектам вообще и в кардиологии в частности. Диагностика в нашей больнице стоит на очень высоком уровне и в клиническом плане, поскольку врачи в нашей больнице на очень высоком уровне, кардиологи. Кроме того, у нас есть многие различные, мы используем различные технологические исследования, методики для того, чтобы правильно и вовремя поставить диагноз. Эти исследования включают естественные и различного вида тесты, при нагрузке, эко-кардиографию, КТ, КТ сердца, МРТ сердца, и опять же различные виды катаперизации сердца, зондирования сердца. Это может быть связано и с сосудами коронарными, открытия их с помощью проведения стентирования. Это может быть связано и с лечением клапанов. На сегодняшний день наша больница стоит на первом месте по опыту введения артального клапана нехирургическим путем, с очень хорошими результатами. Обычно эта процедура проводится пациентам более тяжелым, у которых анамнез медицинский весьма осложнен, и для которых операция может оказаться опасной. Другой клапан, который мы заменяем, это клапан, метральный клапан. В тех случаях, когда клапан, когда имеет место недостаточность, когда клапан недостаточно хорошо закрывается, и опять же больные могут быть очень тяжелые, это пациенты могут быть пожилыми, или с очень тяжелым поражением функции сердца, и перенести им операцию очень тяжело, и шансов не так уже много. Поэтому у нас есть возможность в таких случаях провести определенную процедуру, уменьшить эту недостаточность. В нужных случаях заменить этот клапан, опять же, без хирургического лечения, без хирургического вмешательства, и это очень важно. Кроме того, у нас в лаборатории инвазивной кардиологии проводятся такие обследования и такие лечения, такие технологические лечения, как закрытие ушка левого предсердия. В случаях, когда человек страдает эмболиями, страдает эмболиями в различные органы организма, и люди в таких случаях, обычно мы рекомендуем пациенту принимать препараты, разжижающие кровь. Не все могут принимать эти препараты по различным причинам. И вот тогда мы предпочитаем закрыть это ушко, опять же, нехирургическим путем. С другой стороны, бывает, что мы перекрываем перегородку, перегородку межпредсердную, и это также проводится нехирургическим путем. Есть случаи, когда человек с ишемической, с хронической ишемической болезнью сердца очень страдает от стенокардия, и медикаментозного лечения недостаточно. И также нет возможности провести ведение стендов или провести хроническое вмешательство. И в таких случаях мы можем провести определенную процедуру, которая может помочь таким пациентам улучшить качество жизни, уменьшить степень стенокардии, и этот патент вышел из нашей больницы. В нашей больнице мы смотрим на пациента, как на человека, независимо от возраста, независимо от того, сколько и какие у него болезни. Каждый человек достоин прожить жизнь. Достойно. И не важно, сколько ему 60, 80 или 90 лет. В каждом возрасте мы можем сделать все, чтобы улучшить его качество жизни и дать ему возможность прожить, вот как я уже сказала, просто достойно, страдая меньше и попадая меньше в больницу, требуя меньше затрат, так сказать, на расходы по медицинскому обслуживанию. Может быть, иногда какая-то процедура требует большего внимания и больше даже средств, вложения, но когда мы смотрим на годы вперед, а смотрим и на годы вперед в каждом возрасте и в каждом случае, и тогда, безусловно, это оправдывается. Каждый пациент заслуживает своего внимания, и это то, что мы все проводим, и так, как я вижу своего пациента. Не только пациента, но и его семью, потому что он окружен семьей, которая заботится о нем, которая хочет предоставить своему родному, близкому человеку самое лучшее и оптимальное лечение. Это лечение может быть связано не только с заболеванием сердца, первичным заболеванием. Это может быть и у молодых людей на почве химиотерапии по поводу, например, рака груди, когда случаи поражения сердца могут быть очень тяжелыми. Это может быть на фоне и других различных заболеваний, системных заболеваний, которые могут привести к поражению сердца. Если нужно, мы, безусловно, работаем по консультативной системе. У нас мы проводим консилиумы со специалистами из различных областей. Это то, что помогает нам, безусловно, поставить пациента в центр внимания. Врачи в нашей больнице проходят постоянную специализацию, постоянную профессиональную подготовку, участие в местных, национальных и международных, во многих международных конференциях, конгрессах, выступают на очень высоком уровне и признаны буквально по всему миру. Причем мы работаем не только, опять же, как мы видим, не только профессиональную точку, мы смотрим, конечно же, и на личное, на что-то личное, а вот у каждого человека. И у каждого пациента, кроме своей болезни, есть еще что-то личное. И я думаю, так вот, как я вижу, я вижу, я очень много пациентов за многие годы работа здесь. Я встречалась со многими пациентами и местными, и пациентами, которые приезжали к медицинскому туризму. Именно поэтому они предпочитают приезжать сюда, потому что они знают, что здесь они получат не только хороший профессиональный уровень, но и ощущение, насколько это возможно, домашнего ощущения. Насколько это возможно. Продолжение следует...